Здравствуйте, дорогие мои подписчики, а также гости моего канала. Сегодня я хочу сделать пищевые кружева для торта. Сделать я буду сегодня их первый раз. И буду делать их первый раз вместе с вами. А что из этого получится, мы посмотрим дальше. Если кому-то это интересно, оставайтесь со мной до конца видео. Также я хочу вам напомнить, что у меня есть второй канал, посвященный аквариумистике. Кому это интересно, ссылочку я оставлю под видео. Заходите и подписывайтесь на него. Ну, а мы начинаем делать вот такие вот кружева я буду делать. Я вам покажу. Вот такие для торта-пищевые. И посмотрим, как я их делала. Что у меня из этого получилось, а что не получилось. Сейчас все это вы увидите в видео. Оставайтесь со мной. Начинаем делать кружево. Я уже взвесила все ингредиенты. Сейчас все буду смешивать. Рецепт вы увидите под видео. Я буду делать двойную порцию. Кружево я делаю первый раз. Поэтому вместе с вами мы посмотрим, что у меня сейчас получится. Эти кружево я делаю на пектине. Сейчас я смешаю все сыпучие продукты. Это 20 грамм крахмала, 20 грамм фруктозы, 1 чайная мерная ложка цитрусовый пектин, 1 четвертой чайной ложки белого красителя. Ну, это по рецепту, да? Это у кого белые кружева. Но у меня кружева будут желтые. Поэтому я добавлю желтый краситель. Просто у меня нет белого красителя. И 50 миллилитров воды. И оставлю все это набухать на 30 минут. Для того, чтобы пектин набух. Но я повторю, что я делаю двойную порцию. Поэтому у меня все вдвойне. Вот сейчас я все это смешаю. Смешаю с водой. И оставлю на 30 минут набухать. А потом дальше будем смотреть. Также кружева пищевые. Можно сделать с горовой каменью. Этот раз я сделаю с пектином. В следующий раз попробую с горовой каменью. И посмотрю, какой вариант мне больше понравится. Может, оба варианта хороши. Я как бы не знаю. Потому что, вот видите, я делаю первый раз. Сама даже не знаю, что у меня получится. Рецепты на кружева я взяла в интернете. А именно здесь, на ютубе. Также есть на хлебопечка.ру. Там девочки сами придумывают рецепты. И выкладывают. И делятся с нами, как их лучше. Облегчает нам, короче, работу. Как их лучше сделать. Сейчас я все хорошо размешаю. Чтобы не было комочков. Потому что от пектина могут быть комочки. Поэтому надо хорошо все размешать. Вот я добавлю сейчас желтый краситель. Потому что я эти кружева хочу использовать на Пасху. Могут куличи как-то украсить этими кружевами. Поэтому я буду делать в таком желтом цвете все. Этот краситель я покупала в магазине. Скажу, что он так не очень хороший. Он такой малоконцентрированный. Ну, пускай будет. Я его сюда как раз добавлю. Я уже заказала и другие красители. Уже получила из Германии. Есть более хорошие. Но это тоже надо использовать. Поэтому я решила сюда его как бы добавить. Ну, вот такой желтенький цвет получился. Как мы видим, пектин уже начинает набухать. Уже наша масса такая стала густая. Сейчас я оставлю на 30 минут. Пускай немножечко еще постоит. А потом будем делать... Потом добавим глицерин. И еще добавим сироп. И потом будем делать кружева. Сейчас пока достану коврики. Присмотрю, из каких я буду делать. Вот у меня тут целая коробка всего. Вот такие вот коврики с разным рисунком у меня есть. Ссылочки на коврики я вам оставлю тоже под видео. Если вам что-то понравится, вы можете перейти по ссылочке и приобрести. Если вдруг вы переходите по ссылке, а там получается пустая страница, ничего не найдено, значит у этого продавца уже товар продан. Можно найти, будет у другого продавца. Это у меня самый большой коврик. Я еще получила не все коврики, которые заказала с Алиэкспресс. Так что мне еще придут коврики. Вот такие тоже есть, такие маленькие. Я думаю, тоже с них что-нибудь сделать. И сверху как бы на куличку можно как-то украсть. Ну, вот уже наш пекстин настоялся. Сейчас добавлю 2 чайные, 2, это двойная порция. Если 1 порция, то 1 чайную ложку. Вот такого сиропа добавлю. По рецепту нужен инвертный сироп. Но я думаю, это и есть, типа как инвертный, или как, потому что состав сахар и вода, да он варится, там написано, что он для выпечки подходит, для кондитерских изделий, для всего. Так что я думаю, что этот сироп как раз то, что нужно. И добавлю 2 чайные ложки глицерина, да. По рецепту нужно 1, но так как я делаю двойную порцию, я добавлю 2 чайные ложки глицерина еще. 2 чайные ложки сиропа, 2 чайные ложки глицерина. Потом все это перемешаю, и буду делать наши прожила. Глицерин я заказывала в аптеке. Не покупала готовый, потому что готовый там, который продается, он для наружного применения. А я заказывала там, где делают лекарства, чтобы их добавить без ничего. Девочки на ютубе говорили, что они вообще заказывали какой-то пищевой специально для выпечки глицерин. Ну, я не знаю, в чем отличие аптечного глицерина и который продается специально для выпечки. У нас такого в магазине нет специально для выпечки глицерина, поэтому я заказывала в аптеке, чтобы он был без добавок. Его можно было принимать вовнутрь, потому что есть глицерин только для наружного применения, поэтому если будете покупать, будьте внимательны. Сейчас надо все хорошо перемешать, и потом можно делать кружева. Ну, начну я с самого большого коврика. Не знаю, как-то что получится. Знаю, что как бы есть рисунки разные на ковриках, есть более глубокие такие, есть более мелкие рисунки, я имею в виду глубина рисунка. И от этого тоже зависит, сколько накладывать надо этой массы, сколько сушить потом в духовке по времени надо. Все надо отталкиваться от глубины коврика, от глубины рисунка на коврике, вот так бы правильно сказать. Ну, буду пробовать, буду смотреть. Когда буду в духовке сушить, тоже буду смотреть, потому что коврики разные, и глубина рисунка на коврике тоже разная. Посмотрим, где лучше будет отставать кружева, как сниматься, где будет хуже. Сколько на практике можно понять, где, что и как, сколько времени. Вот, сейчас буду все это делать вместе с вами, и посмотрим, как все получится. Может, вообще ничего не получится, посмотрим. Надо, чтобы наша масса полностью заполнила рисунок, чтобы не оставалось никаких пробелов. Ну вот, мой первый коврик готов. Сейчас поставлю его в разогретую духовку на 100 градусов, на 10 минут подсушить. Будем сейчас сделать второй коврик. У первого коврика был менее глубокий рисунок, у этого уже коврика, как даже видно, мне кажется, и на камеру, что более глубокий рисунок. Вот я не знаю, с каким легче работать, где менее глубокий рисунок, или где более глубокий рисунок. По-моему, на YouTube Марина из Германии говорила, что для более глубокий такой рисунок с таким ковриком работать легче, если я не ошибаюсь. Ну, сейчас посмотрим. Ну, вот, накладывать смесь рисунок, я скажу, на этот коврик легче как-то. Сразу попадает во всю глубину, туда заполняется, и легко все разравнивать как-то. На том коврике было немножко посложнее мне это дело делать. Здесь все-таки полегче, и побыстрее получается. Там как-то больше все получалось. На том коврике что-то мне не очень понравилось, а здесь очень хорошо. Смотрите, как хорошо получается. И быстро довольно-таки. Так, все-таки вот, вот как хорошо получилось. Если сравнить с тем ковриком, то здесь мне больше нравится больше. Ну, вот такой еще белый коврик у меня есть. Здесь тоже такой, вроде как глубокий рисунок. Посмотрим, как будет накладываться на этот коврик, мне кажется, здесь тоже будет хорошо все. Ну да, смесь хорошо попадает во весь рисунок, поэтому все нормально будет. Ну вот, я уже этот коврик заполнила смесью, тоже поставлю его потом сушить в духовку на 10 минут, может быть больше, может меньше, надо будет смотреть. Вот уже первый коврик вроде как подсох, ну я еще точно не знаю, но мне кажется, что он подсох, если что, я потом досушу. Ну вот так вот получилось, посмотрим, как потом будет сниматься. Сейчас вторую партию закладываю, тоже сушить. Ну в общем, я сейчас намажу все коврики, которые у меня есть, и все их подсушу. И потом будем пробовать снимать наше кружево с ковриков. Я уже говорила, на это я тоже намажу смесь. Это я, может быть, сверху украшу куличи как-нибудь этим кружевом. Ну посмотрю, я еще пока не знаю. Я просто сейчас решила первый раз сделать кружево, посмотреть, что получится. Ну а заодно потом, если что, нормально все получится, использовать для нашей Пасхи, для украшения куличей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ну вот намазала все свои коврики ставим сушить духовку после того как в духовке вытащим надо подождать чтобы эти коврики все остыли вот коврики остыли пробую снимать кружево посмотрим что получится возможно где-то порвется но ты не бедайся где-то порвется главное чтобы все снялось хорошо конечно надо еще наловчиться все это делать и намазывать и снимать конечно для первого раза мне немножко сложновато но ничего страшного вроде как снимается неплохо снимается там если что-то лишнее там осталось да это все потом подрежется немножко есть излишки такие излишки потом обрежу немножко порвалась кружева но это ничего страшного для куличей там все сделаю как надо а излишки потом все подрежу я это рисунок получился все хорошо получилось снимается вот эта палочка вообще хорошо снимается без проблем даже не порвалась нигде посмотрите какая красота так что ничего страшного попробуем сейчас бантики снять с этого коврика он тоже посмотрите снимается только надо не торопиться это немножко поторопилась и чуть-чуть немножко порвала порвала немножечко потому что поторопилась надо все делать аккуратненько все снимается можно сказать что для первого раза получилось неплохо надеюсь что все таки дальше будет получаться еще лучше потому что я видела там марина из германии на ютубе делала у нее там вообще шедевры получались очень красиво кружева смотрится из белого цвета когда не беленькие но у меня не было белого нет белой краски поэтому я сделала желтенький но так как пасха на пасху как раз актуальный желтый цвет вот так вот получается для меня самая ювелирная работа это все-таки снимать кружева с ковриков потому что надо очень аккуратно и хочется чтобы не порвать но возможно у меня со смесью мог бы что-то не так могут не додержала или передержала тоже может всяко быть потому что мне кажется как-то у марина снималась более легко немножко посложнее все снимается но все равно буду пробовать буду экспериментировать лишь раз делаю с горовой каменью посмотрю как получится конечно я все это снимать буду на видео выставлять буду ролики так что обязательно вам покажу как будут других рецептов получать все это делает сам как говорится буду учиться всем буду показывать будем смотреть наши ошибки они так получилось ну вот первый мой бантик снялся мне кажется я немножечко не досушила по я еще хотя бы минутку две может подержала бы было бы легче снимать с этого коврика вообще легко все снимается вот посмотрите какие получились кружева с этого коврика легче всего снялась ну вот вот такие вот получились у меня кружева я еще не все сняла вот хочу вам показать бантики смотрите красивые какие бантики хорошо снимались у меня длинные кружева ну конечно я когда снимала такой где порвала а вот хочу показать вам этот коврик самый мой первый коврик с которого я вообще не смогла снять кружева посмотрите вообще видите все рвется все ну конечно короче вообще с этого коврика это я самый первый мой коврик я делала да который вел мелкий рисунок вообще ничего не могу снять смесь одна и та же как вы видите результат не снять ничего не сделать короче буду его просто мыть под водой ну вот такие у меня рисунки вот этот кругленький где я делала помните такие красивенькие тоже получились очень хорошие кружева странно почему с того коврика не смогла снять ничего не получилось хорошо что были разные коврики а то подумала бы что со смесью какие-то проблемы или еще что то как мы видим с других коврика снялась хорошо вот с одного коврика вообще не смогла снять эти какие получились да я не везде аккуратно сняла кое-где порвала следующий раз буду лучше стараться и моя первая работа это вот тот коврик большой с которого не снялась кусочек смогла снять и все вот дорогие друзья моя первая работа это получилось удачно что-то неудачно первые мои кружева следующий раз я сделаю кружево с горовой камерой посмотрю что получится но все-таки большая часть кружева у меня получилось нормально буду делать куличи покажу как я украсила этим кружевом куличи обязательно сниму ролик покажу вам поэтому сейчас пока с вами прощаюсь до свидания увидимся с вами в следующем ролике желаю вам всего хорошего до новых встреч а